Поисковик U.com это не совсем поисковик, хотя искать он тоже умеет, но главное не это. Главное, что разработчики собрали все самые передовые нейросетевые технологии типа chat gpt или stable diffusion и внедрили в поисковик как отдельные сервисы, предельно ориентированные на пользователя. Выглядит он вот так, красиво кстати выглядит и при первом рассмотрении является просто поисковиком. Сам поисковик вызывает ряд вопросов и в этом смысле конкурировать с Google ему тяжело. Но вот эти ссылки наверху меняют ситуацию. Для того, чтобы ими воспользоваться, вам нужно зарегистрироваться. U-chat. Аналог chat gpt. Но с подключением к интернету. Обученная нейросеть, с которой можно общаться и собственно задавать вопросы. Справа он также кидает релевантные ссылки, а сам при этом выдает актуальную информацию. Ну то есть делает то же, что чат gpt только без регистрации и танцев с бубнами, во-первых, и с подключением к сети, во-вторых. По-русски понимает, но в идеале конечно общаться с ним по-английски. В качестве ответа может выдавать не только текст, но и графики, таблицы изображения. Хотя, как видите, работает это не всегда. Или странно. А может он так пошутил в ответ на вопрос про курс акций Microsoft. Причем справа в выдаче дает ссылки именно на сайты про Microsoft. Далее тут генератор кода. Со всех сторон, всеми уже протестированный в чат gpt, поэтому не будем заглядывать. И U-write. Генератор текста. Интересно реализован, но я перепрыгну вот сюда. U-imagine. Генератор изображений. Собственно, от Stable Diffusion я сделал уже пять уроков. Ссылка на плейлист в описании. И вот разработчики взяли, да и вшили Stable Diffusion в интерфейс. Конечно, с ограниченным функционалом по сравнению с комбайном, например, от Automatic 4 единицы. Но генерировать бесплатное изображение он умеет. Ой. Но получается не всегда хорошо. Тут есть выбор моделей. Не буду рассказывать подробно. Отсылаю вас к урокам по Stable Diffusion. У нас даже есть группа по этому поводу в Telegram. Ссылка в описании. Модель Open Johnny делает изображение в стилистике Mid Johnny. Тоже ой. Но тут с кондачка не возьмешь. К любой нейросети нужно привыкать. И чтобы получить хорошее изображение нужен хороший промпут. Сейчас давайте попробуем 2.1. Она, наверное, должна здесь лучше работать. Нет. Что-то как-то даже хуже. Хотя раз на раз не приходится. Ну ладно. Вот этот на классической модели вроде ничего. Не сравнить, конечно, с тем, что получается в Stable Diffusion с Negative Prompt и всеми дополнительными настройками, моделями и скриптами. Там сейчас творятся прямо-таки чудеса. Но для бесплатной нейросети, с которой не нужно разбираться, результат вполне удовлетворительный. Есть в этих крупных лапах что-то даже эстетичное. Сохраняет он PNG 512 на 512. Так. Ну и давайте еще посмотрим на ты, писатель. В отличие от чат GPT здесь можно указать, какой именно текст вы хотите получить. Письмо или пост в социальных сетях. Выберем параграф, ну то есть короткая заметка, абзац. Тон. Нейтральный, дружеский. Пусть будет профессиональный. Ну то есть понятно, да? Манера, в которой будет написано. И, собственно, о чем писать. У меня было несколько неудачных экспериментов с русским в данном случае, поэтому пока лучше использовать английский. А если вы его не знаете, то переводчик от Google вам в помощь. Который также использует нейросеть при переводе. Мы напишем небольшую заметку о том, что появился новый поисковик с искусственным интеллектом. Я знаю, что использовать термин искусственный интеллект тут не совсем правильно, но так и люди понимают лучше. И нейросеть, как видите, поняла и не стала спорить, а даже подчеркнула, что она использует всю силу искусственного интеллекта. Но использует она его для более точных и исчерпывающих ответов на ваши вопросы, как считает она, а я бы сказал, что с самим поиском тут пока есть ряд проблем. Зато все остальные фишки, которые как бы в походе используют Ucom, это новая планка в общении рядового пользователя с нейросетями. И именно потому, что Ucom использует это в походе, как само собой разумеющиеся. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует...